Сотни тысяч адеситов регулярно не платят за воду. Если в ближайшее время горожане не погасят долги, у инфо-сводоканала начнутся серьезные финансовые трудности, а у неплатильщиков – проблемы с судебной системой. На сегодняшний день сложилась задолженность у населения перед филиалом инфо-сводоканала в размере 122 миллионов гривен. Это порядка 214 тысяч абонентов, которые регулярно не оплачивают услуги филиала инфо-сводоканала. Предприятие пытается решить проблему мирным путем убеждать должников заплатить с помощью письменных оповещений. Когда уговоры не помогают, инфо-сводоканал подает в суд на злостных неплатильщиков. Производится списание этих долгов уже при помощи управления юстицией и государственной исполнительной службы. Если же человек продолжает не оплачивать за услуги потребленные, то к человеку применяются санкции в виде тампонировки канализации. Судебные иски чреваты арестом за долги движимого и недвижимого имущества неплатильщика. Впрочем, если должники рассчитывают на медлительность отечественной судебной системы и не собираются погашать долги и оплачивать текущие счета, к ним идет в гости бригада со спецприбором КРОТ. Всего за несколько минут квартиру отключат от канализации. Выезд КРОТа тоже стоит денег. Если канализация была затампонирована, а в последующем растампонирована, это порядка еще 1200 гривен, на сегодняшний день не такие уж маленькие деньги, только за услуги, в кавычках скажем, да, КРОТа. Не оказывайте медвежьи услуги, прежде всего сами себе. В то же время филиал Инфосводоканала готов идти навстречу абонентам и заключать договоры о реструктуризации долга, позволяющие оплатить за должности по частям. В Инфосводоканале напоминает, что обеспечить бесперебойную подачу воды и улучшить качество предоставляемых услуг при экономически обоснованном тарифе возможно только в случае полных и своевременных оплат со стороны потребителей.